Отношения с Украиной для России останутся больным вопросом еще очень долго. И взаимоотношения с соседней страной, очень похожие на Россию, но очень отличающиеся от нее, будут мешать и отношениям с другими странами Европы, и в целом будут оказывать негативное воздействие на международное положение России в мире. С этим придется так или иначе жить, но, живя с этим, нужно стараться совершать поменьше ошибок. Я думаю, что одна из ошибок, которую ни в коем случае не надо совершать или ни в коем случае нельзя допустить, это ошибка считать, что вот украинский народ находится сейчас в плену каких-то злых людей, пройдет какое-то время, эти люди уйдут, а украинский народ опять прильнет к русскому народу, поскольку это, вообще говоря, единый народ, и вновь восстановят территориальное единство Великой России. Я думаю, что эта надежда будет сильно мешать практической политике в отношении Украины. Необходимо, наверное, прийти к заключению, что на Украине нет значимых пророссийских сил, то есть сил, которые бы выступали за воссоединение Украины и России. А если так, то к Украине нужно постепенно научиться относиться как к иностранному государству, и вообще говоря, у России гораздо лучший опыт и гораздо лучшие результаты отношений с иностранными государствами, чем с государствами, которые Россия, Советский Союз в том числе, как часть исторической России, и относилась как к братьям, как к сёстрам, как к каким-то родственникам. Украина – это сосед, и относиться нужно к Украине как к соседу. На сегодня, на обозримую перспективу, по факту, это сосед враждебный. Соответственно, нужно, с одной стороны, исключить возможность провокаций со стороны Украины, которые могли бы втянуть Россию в войну с Украиной, как это сделал Михаил Саакашвили в 2008 году, втянув Россию в войну с Грузией. Здесь может быть гораздо хуже. С другой стороны, нужно отказаться от иллюзии о том, что там есть какие-то здоровые силы, которым мы обязаны помогать для того, чтобы восстановить единство русского мира, ну и так далее. Там есть силы, которые не проще использовать Россию, и, в общем, это было проверено многократно на протяжении последних десятилетий, но там нет сил, которые искренне стремились бы к тому, чтобы Украина влилась в единое с Россией государство, что, собственно говоря, и кроется за лозунгами единства украинского и русского народов. Вот по этой линии произошёл раскол, который, я думаю, непреодолим. Поэтому вывод – поменьше заниматься внутриукраинскими делами, поменьше заботиться о том, что происходит на самой Украине. Это дело украинцев. Хорошо они борются с пандемией, плохо они борются с пандемией. Тепло им, холодно им. Это дело украинского правительства, украинского народа. Дело России – преследовать свои интересы, оберегать свои интересы, продвигать свои интересы в сторону Украины, наверное, не получится, поэтому делать этого не надо. Но в остальном Россия должна, наверное, предоставить Украину самой себе и внимательно наблюдать за тем, что там происходит, потому что некоторые вещи, некоторые выбросы из Украины могут для нас быть очень негативными.